Всем привет, с вами Аракис и это продолжение Войны Гильдии. Так, одна из заключительных войн на этой неделе. Начнем. Воюем мы с Дуалтвилд. Короче, с каким-то альянсом. Так, кто у нас тут? Три мишки. Прикольная аватарка. Второй деп. Вот, первый вот вар мне не нравится. Первая волна, точнее. Ого, что это за ошибка? Непонятно. Вот, едем дальше. И кто у нас, в принципе, нам две атаки сделать? И мы принесем победу, я так понимаю. Да, есть еще мечи. Слили меня, сволочи. Так, и начнем, наверное, с первого. Итак, кого же мы только вот будем бить? И здесь взять Меган или часун? С часункой просто будет более суевого. И у меня их местами, чтобы не вылазило сообщение постоянно. Что же мы, что же мы сделаем? А вот второе пати, конечно же, я думаю, через раму. Так как, как минимум, два персонажа будут бить о раму. Ведро нам даст экстра ход. Очень ускорит нашу команду. Ну и плюс противостояние лидерка. Так как есть Белка, но другого взять никого... Другого я никого не возьму, так как это не вариант взять, к примеру, Верамоса. То есть Белка будет стабильно ходить Верамоса. И Володжуэль вместе с Лео шотнут, скорее всего, моего атак. В принципе, больше вариантов, плюс резист. И так, и так, и так. Ну, поехали. Так. Медленнее. Это Марс, чем моя Валька. Это хорошо. Хотя нет, на самом деле это плохо. Лучше бы он даже походил. О, ну же, Гланс. Отлично. Так, хорошим вариантом будет убить, естественно же, Часунку. Либо хотя бы Верамоса. Так, будем целить. Ой. Видите, промахнулся. Ну же. Да, плохой вариант. О! Оказался хороший вариант. Подфартило. Так, отхилимся. Будем бить, я думаю, Верамоса. Больше он нам помешает. Часунка сама ничего не сделает. Тем более, баланс она уже потратила. Через два хода у нее опять он будет. Надеюсь, мы убьем Верамоса быстрее. Так, и так, и так. Толстый оказался Верамос. Обычно у них ЭП поменьше. Ну, вот вы видите. Так, сейчас уже, в принципе, будет баф. Так. Ну же. Нужен баф на атаку. Нужен маньяк. Нет. Бафа на атаку. Ну ладно, хотя бы подхилим. Нужен ввел, ввел, ввел. Отлично. Это моя часуна. Красота. Итак. Нужен, кого мы убьем. Делаем ставки. Я думаю, умрет сейчас часунка. Нужен. Ну ладно, в принципе, и так неплохо. Набиваем часунку. И начинаем второй раунд. Так, что мы делаем на этом канале. Так. Ой-ой-ой. А вот это очень плохо. Мы будем добивать по-любому белку. Белку, да. Белку нужно по-любому штормить. В тюнею контратака стоит. Ноже. Вот сейчас контратака была бы хорошо, если бы сработала. Но, да, добиваем. В принципе, уже, я думаю, будет без проблем. Первый убьем Лео. Так как он урона может больше внести. Особенно своим вторым скиллом. Главное не прогадать. Так как, когда меньше 30% хп, он бьет сквозь броню. А это для рамы может быть очень больно. И, в принципе, фатально. Вот сейчас нужно добивать. Да. Ну и один арх, конечно же, ничего не сделает. Кстати, по поводу арха воды. Хотел бы сказать несколько слов. Многие его одевают через защиту. Причем все три эстаток. Ну, в смысле, второй, четвертый и шестой одевают ему все в защиту. Серьезно. Был бы он у меня. Конечно же, у меня есть часунка. И она круче. Я об этом говорил. Но я бы его одел бы все три стата в хп. Либо еще лучше второй стат. То есть второй слот одеть в скорость. То есть он был бы и быстрым, и плюс танковитым в плане хп. Да, он меньше бы наносил урона со своего первого скилла. И, в принципе, арх-то ценится. Вот и победа. Арх ценится не из-за своего урона какого-то, который он все равно не вносит. К примеру, если вы оденете в защиту, и он у вас будет первым скиллом бить на 3000. И у него будет около 20 тысяч хп. И, к примеру, вот моя рама его просто на половине хп убьет. Либо второй вариант. Вы оденете арха в хп. Я про водяного сейчас говорю, чтобы не сказали, что всех так нужно одеть. И у него получится около 40 тысяч. Даже порой и больше. Чуть бы не 50 тысяч хп. Уверяю вас, это поприятнее будет. Так как, к примеру, вот такая вот валькирия, как моя, это даже и получше раскачано. Посчитает, что убьет с одного полтора удара какого-то вот такого вот арха. На самом деле очень сильно обломится. И такой персонаж, как Люшен, тоже, в принципе, может пойти в ту же степь. Поэтому советую одеть все-таки в хп. У кого он, конечно же, есть. Честно, если он попался бы, я бы не особо был бы ему рад. Я даже тому же в усе больше рад пионеру воды. Считаю его более юзабельным персонажем. Так, что мы будем делать здесь? Что мы будем сделать здесь? Хотя вот эту, наверное, пати мы оставим на последний бой. Не хочется потерять. Так, подеремся против этих. В принципе, почему бы и нет. Бить мы можем кого угодно. Уже победа есть у гильдии. Да, почему бы и нет. Будем бить первое пати. А во втором мы возьмем... Сейчас от фонаря наберем. Ножи, не тормози. Нокс. Нокс, ну же. Так. Соберем второе пати. Возьмем мы, в принципе, такой же состав. Но будем надеяться на то, что белка сделает свое дело. Грязное и черное. Хотя, почему бы не взять... Вот я и думаю. Если мы возьмем... Не так. Быстрее моей. То это, в принципе, будет даже хорошо, если она ударит своим первым скиллом. Вообще шикарно. То есть я похожу, я обкастуюсь и попытаюсь кого-то убить. Вот. Но, 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 но. Нет, я думаю, все-таки мы возьмем ведро. И будем надеяться на то, что валька не даст третий скилл. Тоже, наверное, глупо. Попробуем так. Почему бы и нет. Таким составом я не помню, чтобы я дрался. Вот. Но первый состав тогда берем вальку. Я думаю, сейчас сумка будет более суевым вариантом. Ну и наша хлойка. Так. Вот второе пати меня немного напрягает. Не из-за того, что я могу проиграть. За то, что я могу потерять как минимум двоих. Ладно. Понеслась. Так. Белка по-любому походит. Походила. Уже и веромоз походил. Чудненько. Славненько. Все как заказывалось. И так. Будет хорошо убить хотя бы белку. Купилка более страшна, чем Ахман. Хотя. Раз на раз не приходится. Толстый Ахман, скажу так. Скорее всего, даже, наверное, в Энерджи-сете. Так как у него около 40 тысяч хп. Да, я понимаю, с лидеркой. Но все равно. Многовато. Я считаю своего. Неплохим. И достойным вариантом. Для подражания в руна. Но даже у него 30 тысяч хп. И лидерка не даст ему столько. Поэтому, скорее всего, да. Ахман, наверное, был в Энерджи-сете. Точнее, в трех сетах. Так, так, так. Здесь уже, естественно, телотехники. Добить. Нужно было бы в кинуть. Ладно. Добиваем. Так, второй бой. Так, что же с этим носом. Так. И так. Вот мне не нравится то, что у Вальки Атак Бар уже фактически заполнился. Либо она очень слабая по урону. Так как у моего... То есть у Вальки около 150 скорости. Ножи. Колдуем на захват. И мы снимаем. Отлично. Ну, Валька и не хотела бить. Конечно, не угадаешь. Так. Будем добивать Вальку Степановну. Ну, умирай. Не умерла. Отлично. Хватило урона. Ну, и здесь уже параллельно нужно сливать обоих. Так как Часунка будет балансить. Очень противный персонаж. Но хорошо, что он у меня есть. Так, так, так. Убить мы не сможем. Хотя вот сейчас, если урона достаточно будет... Да, сейчас я думаю, Часун отгребет. Прочти, как и нагребер, столько отгребет. Бабах. Да, хватит ей, конечно же, уруну. Появились у меня руны на ответ. В принципе, неплохие. И я задумался о том, что Рами можно поменять руны... Ну, Немезиса. Немезис. Как там лучше, не знаю. Вот, на ответ. Почему бы и нет? Как вы видите, даже Хлои часто бьет не в глаз и опускает атак бар, по-моему, на 25%. То ли 30, сейчас мы посмотрим. 25, да. Процент. Тоже неплохой вариант. Да и урон Рамы выдает неплохую первым скиллом. Каких-то там 3-5 тысяч. Критом в раскол он там до десятки бьет. Неплохо. Итак, мы уже в последний Гат Монт или Кут Монт. Так, где же мы будем использовать Раму? Так как Теомарс довольно-таки непредсказуем. И на практике он чаще вон бьет Тесариона моего, а не Раму. С полотой такая. Но я думаю, Раму мы будем вязать во втором пати, так как здесь как минимум арх его будет сливать. А для первого пати наверное так и оставим. Будем надеяться на то, что Хлои затупит и ударит первым скиллом. Либо мне просто хватит ХП и возможности выжить. То, чтобы допить. Хотя можно взять вместо Вальки. Хотя, кого я возьму вместо Вальки? Других детдетов у меня нету. Да, сейчас бы конечно мой Карл я думаю здесь неплохо зарешал бы. Так. Кого же мы возьмем? В принципе, наверное, так и оставим. Да. А вот вторую пати мы возьмем через Ветро. Ветро, если мы возьмем Ветро. Почему бы нет? Бафов у нас нет. Снимать нечего. Следовательно, второй скилл аннулируется попросту у прахи. Но его если и будет вязать, то это так. Скорее всего, она если в Деспайре то возможно застанет. Вот. Но тут главное выжить до этого момента. Так. Подхил нам. Если мы возьмем Белку. Белка, Белка, Белка. Что же лучше будет? Белка либо Ветро? Нет, Ветро. Поехали. Готик, ты что испугался? Так. Отлично. У нас появился шанс. Плохо, что, конечно, не походил в ТМР. Ну же, Гланс. Ты моя лапочка. Блин, чувствую, не пожалею я еще одного давила для того, чтобы прокачать ей скилл по максимуму. Ну же. Не повезло мне, конечно же, как в прошлом бою. Надеюсь, сейчас Вальке хватит для того, чтобы добить. Так, кого мы будем бить? Ага. Еще и подхилила. Так, так, так. Кого же мы будем? Нет смысла, наверное, второй скилл использовать в этой ситуации. Так как часунку мы не добьем. Вы видите. Полностью фактически отхилился. Но будем его и сливать, либо сливать часун. Блин, здесь не угадаешь. Нет, я думаю, это Амар все-таки. Да. Правильно. Выборы сделал. Да, третий ход был бы уже, скорее всего, баланс, либо подхил. Вторым скиллом. Здесь, естественно, они уже ничего не сделают. Так, дожидаемся следующего прокаста. Я думаю, хотя бы одного мы точно убьем. Так, походить сейчас либо дождаться. Нет. Сыграем. Я думаю, более правильно. Сейчас должна походить. Ну вот. Как видите, угадал. Атака была бы в никуда сейчас. Ну же. А вот сейчас, я думаю, часунку мы грохнем. Ай-яй-яй. Не просчитал я. Ладно. Ну же. Ну же. Третью атаку. Затупила я. Ладно. Ждем следующего прокаста. Честно говоря, никогда не думал, что прокачаю когда-нибудь эту часунку. Никогда она мне не нравилась. И в защите, честно говоря, она почти никогда не вызывала у меня трудностей. Возможно, конечно, на моем этапе мне не попадались достойные часунки и там прочее. Ну, не нравился мне этот персонаж. Но сейчас я ощутил всю силу этого персонажа. С ней я буду проходить башню. Либо с Ахманом. Там посмотрим. Сотый этаж, конечно же, я буду использовать часунку. Ахман там не закатит. Я думаю, она себя там очень хорошо проявит, покажет. Так, ну, теперь осталось добить нашу красную деву. Добиваем. ха-ха-ха-ха. Какая же ты нехорошая и быстрая. живучая какая. Остаются вот так вот два персонажа. Просто некое дежавю у меня уже который раз по поводу подобных боев. часунка это часунка вот это вот чудо остаются вдвоем и они тебя не могут убить толком. Ты в общем-то такой бред превращается. Первое, я думаю, будем убивать Верамоса. Ну как, если у нас это получится? Ходи в центрального сволочь. Медленный оказался Арх. Достаточно медленный. Еще я вижу резиста достаточно у Верамоса. Ну же бей, блин, раму ты. Чувствую, я потеряю здесь чуть бы не всех. Не нравится мне начало этого боя. Еще и праха, которая идеально заезжает под иммунитет. Как вы видите, третьим скиллом она не уходит в сон на один ход из-за того, что есть иммунитет. А сон это является как дебафом. Нужно было добивать праха непомешай нам. Сейчас, я думаю, мы 100% добьем. Правда, нужно было бить, не его. Так, добиваем. Кто же следующий будет у нас? Будем бить праху. Так, будем бить ее. Понемногу сливать двоих. Уптесариона мы потеряем. Бьет слабо, но стабильно. Так, не, но бой этот я по-любому выиграю, это естественно. Видите, она даже редко станет, не везет ей. А рама у меня еще и плюс с более-менее резистом, поэтому ему хватит. Ай-яй-яй, когда же ты сдохнешь. В принципе, сейчас добьет моего цариона и я думаю, даже не то, что легче, а быстрее пойдет. Походу, арха мы быстрее добьем. толстый арх. какие должно быть. Ну же. Я думаю, хватит урона. Ага, не хватило, но сейчас я думаю, хватит. И ведро мы скорее всего потеряем. И рама останется один на один. Вы видите, бой затягивается. И очень хорошо, что я принес этот бой, на самом деле, на последний вы видите. Сейчас я бы потерял бы ведро тессариона и не знал бы, что делать в том сражении. как Чуйкевич сработал. Звуки людей. Достаточно неплохая урона. На защиту кому же... А, Копера будет одевать скорее всего. Ну да, вариантов немного. Копер 100%. Ну уже добей уже этого ветров. Живучий он у меня оказался. Так, сейчас походим вторым скиллом. Наконец-то. Главное, в ведро не станет, а раму с первого удара. Давай же, сливай. Это будет долго. еще, я так понимаю, не с первого раза я ее убью. Так, в среднем она бьет около тысячи. ХП у нее около. Сейчас посмотрим. Ну же крит 3000. Около 24-25 тысяч. Следовательно, мне не надо. Нет, 17. То есть у нее где-то 30-ка даже. Уже чья вылезла. Да уж, рама еще и отхиливается. Фактически настолько же, насколько она бьет. Бой титанов. Вот сейчас наверное попробуем когда я спущу немного еще ХП. Так, половину моей рамы уже потерял. Либо еще слить. Я думаю еще посливаю, чтобы уже с первого раза ее добить. так. Удар. И вот сейчас я похожу. Если она мне даст походить. Эго, хватит. Хватит. И до свидания. Нет, не до свидания. Ну, один удар. Один удар. Да. Затянулся бой. В принципе, у нас уже и время подходит к концу. Да, вот сейчас уже три минуты. Еще бы немного и проиграли бы. Точнее, бой бы у меня не засчитался. Итак, это был субботний вечерний вар. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам что-то понравилось, а возможно что-то и нет. Оставляйте комментарии свои, пишите в ВК. Всем спасибо, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok